Всем привет, с вами Саргас. В прошлом видео, посвященном управлению облаками, я начал разговор о псевдомагических системах, которые меняют только субъективное восприятие реальности и, в лучшем случае, слегка улучшают качество жизни, за счет, опять же, чисто психологических приемов. Сегодня я хочу немного развить данную тему и поговорить о транссерфинге с практической точки зрения. Можно сказать, сравнить его с магией и поделиться личным опытом использования. Я провел небольшой эксперимент, результаты которого могут быть весьма интересными. Я всегда плевался в сторону сомнительных учений, подозрительно напоминающих подход секты Джордана Чейза из сериала «Декстер», где богатый, успешный, приятный во всех отношениях мужчина в костюме рассказывал людям, как жить правильно. И основной тезис, проходящий красной линией через все его тренинги, звучал довольно просто. «Возьмите». «Надоела работа?» «Возьмите ту, которую вы достойны». «Надоела жена?» «Возьмите ту женщину, которая вам нравится». «Надоела ваша жизнь?» «Возьмите ту жизнь, к которой стремитесь». На мой взгляд, звучит все это довольно сомнительно. Усугубляется все это тем, что основатель данного течения с друзьями насиловал и убивал женщин, что, собственно, и породило всю эту концепцию. Это, конечно, кино, это утрированный пример, но прообразом этой системы являются вполне реальные организации, проповедующие аналогичный подход. Конечно, убивать и насиловать женщин никто не рекомендует, насколько я знаю. Но сам принцип «не нравится ваша жизнь, измените ее» проповедуют очень многие. Охренеть! Как я сам не догадался! Сейчас я не хочу никого судить и тыкать пальцем, мол, вы все идиоты, а я один прав, отнюдь. С психологической точки зрения, возможно, данные системы и полезны. Может быть, кто-то действительно недопетривает, что жизнь можно постараться изменить. С коммерческой точки зрения эти системы, мягко говоря, приносят неплохую прибыль. Но магией это точно нельзя назвать. Сейчас на простом примере я постараюсь объяснить почему. Кстати, после выхода видео о моей поездке в Краснодар, меня умудрились обвинить в непрофессионализме и в том, что я не использую магии для решения мелких бытовых вопросов. Так вот, мне есть куда направлять силы. Ключевые точки моей жизни, поддержание физического тела, работа с пациентами, которая, собственно, и отнимает большую часть времени и сил. Поэтому забивать гвозди микроскопом я как-то не тороплюсь. Съесть невкусный гамбургер и попасть в вагон полный детей, на мой взгляд, не такая высокая цена, чтобы в любой момент иметь возможность вытащить человека с того света или вбить пару демонов обратно в нижние слои астрала. Поэтому для себя я использую магию сравнительно редко. Итак, несколько месяцев назад я решил провести небольшой эксперимент и стал подробно изучать литературу, посвященную транссерфингу. И не просто изучать, но и воплощать в жизнь. То есть пробовать все техники на себе. При этом я постарался максимально абстрагироваться от своего критического мышления и принимать все, что написано на веру. При этом я действительно ощутил изменения. Изменения моего субъективного восприятия реальности. Являясь магом, я вполне могу проверить изменения дороги судьбы и взглянуть на свою жизнь со стороны. И кроме психологических изменений, никакого существенного влияния на свою жизнь я не ощутил. Нигде. Хотя честно выполнял все требования и соблюдал все принципы. Закончился эксперимент буквально вчера. Закончился весьма нетривиально и показательно. Дело было так. Проснувшись в обед после очередной бессонной ночи ответов на сообщения, я собрался с силами и наконец решил попробовать отправить приз победителю конкурса, выигравшему коллекционное издание Assassin's Creed. Взяв в одну руку транссерфинг, а в другую увесистую коробку с ассасином, я направился на почту. При этом за пару дней я в соответствии со всеми принципами транссерфинга начал готовиться к этому походу. Декларация намерения, позитивное мышление, подглядывание в кривое зеркало мира, осознание себя частицей Творца, поиск чего-то приятного, визуализации и прочее, прочее. Я рассчитывал прийти на почту, на которой не будет очереди, отдать посылку, заполнить пару бумажек и свободным от обязательств спокойно вернуться к работе. Ага, конечно. На почте было человек триста. Я попал на день выдачи пенсии. Свезло так свезло. Но я не стал отчаиваться. Улыбнувшись мрачным рожем в очереди, я занял место в конце. Поставил коробку и включил музыку погромче, чтобы не слышать крики бегающих вокруг детей. Через час, когда интернет-трафик на телефоне кончился и Яндекс.Радио успешно отключилось, я включил Лару Крофт Гоу в намерении, несмотря ни на что, приятно провести эти часы. Но, к сожалению, Эмбиент не заглушал детей, и мое чудесное настроение, в душной очереди из трехсот потеющих пенсионеров, с бегающими, кричащими детьми, слегка пошатнулось. Но я расстегнул пальто, развязал шарф и продолжил это увлекательное приключение. К сожалению, когда в меня третий раз врезался чей-то орущий ребенок, я понял, что сосредоточиться на головоломках я не могу, а открыть книгу в таком шуме просто нет смысла. Да и как-то мне уже не слишком позитивно. Я глубоко вдохнул, попытался улыбнуться, что хотя бы отпугнуло пару детей, вытащил наушники и постарался проникнуться любовью к окружающим и осознать, что все не так уж плохо. Но когда бабки еще и начали орать друг на друга, выясняя, кто где стоял, весь транссерфинг смыло с меня, как мыльную пену. Как же я ненавижу очереди! Как же я ненавижу ограниченных тупых людей, которые не способны продержаться час, не поливая друг друга негативом и проклятиями. Магу явно не место в очередях, а то до вечера присутствующие могли бы и не дожить. Тогда я плюнул на эксперимент, прямо посреди очереди щелкнул пальцами, направив намерение свалить из этой клаки как можно скорее. Не прошло и минуты, как из недр почты вынурнула женщина и мерзким гнусавым голосом сообщила, что люди, отправляющие посылки, могут подойти к ней. Что избавило меня от дальнейшего пребывания в очереди. Мне, конечно, пришлось заполнить стопку бумажек, объяснить, зачем я отправляю 4 килограмма в Америку и распаковать коробку, продемонстрировав изумленной публике ассасина, который стоит дешевле, чем его отправка. Но это заняло у меня не так уж много времени. Покинув это чудесное место, я почистился и зарекся заниматься транссерфингом. Надеюсь, мой эксперимент, который затянулся на несколько месяцев, поможет вам сделать правильные выводы. С вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.ru, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу магии, не забывайте делиться с друзьями этим видео и ставить лайки, если оно вам понравилось. До встречи!